Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона редактор Саргалана Антонова за режиссёрским пультом Марии Накародовой и Николая Слепцов. Первомай любят все. Это выходные, первое долгожданное тепло, прогулки, выезды на природу. Вместе с тем, первое мая в истории нашей страны отмечался как Международный день солидарности трудящихся. Сегодня это праздник весны и труда, ставшие привычными массовые демонстрации, требования профсоюзов по защите социальных прав и интересов людей труда. Сегодня в передаче мы будем говорить о том, как, в каком формате мы будем отмечать 1 мая в этом году, под каким девизом он проходит, а также о том, какие лозунги будут озвучены в этот день профсоюзными организациями страны. Итак, гость нашей студии сегодня, председатель Федерации профсоюзов Республики Саха и Якутия Николай Николаевич Дегтярёв. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители. Дорогие друзья, наша программа выходит в прямом эфире, одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Ну что же, а мы начинаем наш разговор. 1 мая для профсоюзов – это акция, когда профсоюзы выставляют перед органами власти и работодателями требования людей труда. И для этих целей ежегодно утверждаются лозунги профсоюза страны. С каким основным призывом в этом году мы встречаем 1 мая? Еще раз добрый день. Ну, хочу сказать, что для профсоюзов, хотя у нас официальный праздник весны и труда, оно остается, как вы сказали, про Международный Днем Солидарности Трудящихся. И думаю, что оно будет продолжаться, потому что все-таки нас поддерживает и Международная Организация Труда. Поэтому в этом году Всероссийская акция, Первомайская акция пройдет под девизом «Восстановить справедливое развитие общества». Почему? Вот об этом недавно проведенной пресс-конференции Михаил Викторович Шмаков, наш председатель ФНПР, разъяснял. В действительности развитие общества идет очень быстрыми темпами, но между этим идет нарушение прав трудящихся, в частности, в связи с развитием транснациональной глобализации. Поэтому это очень актуальная тема. Ну и мы говорим о том, что все-таки в настоящее время, почему вот справедливо мы требуем развития общества. К сожалению, у нас расслоение общества также растет. У нас в Российской Федерации доходы между бедными и богатыми минимум 16 раз. Это официально 16, а в некоторых случаях это уже по третий, по несколько, да. Поэтому мы говорим о том, о справедливом распределении результатов труда. Поэтому, ну, основной так. Ну, а, конечно же, прежде всего, мы ставим вопросы увеличения доходов населения, стабильного развития общества. Конечно, вот в настоящее время у нас сложности экономические, финансовые сложности, связанные и по прошлому году с пандемией, ну и с санкциями. Мы, конечно, выступаем против этого вмешательства вот зарубежных стран в развитии. Ну, вот санкционный, что они вообще вот собой представляют? Прежде всего, это, конечно же, устранение конкурентоспособных отраслей наших, нашей страны. Поэтому с этой точки зрения это недопустимо. В эти дни по всей стране идет голосование за резолюцию Федерации независимых профсоюзов России. Расскажите, пожалуйста, какие требования профсоюзов страны вы призываете поддержать? Да, вот уже с 25 апреля идет на сайте 1-май, фнпр.ру. Ну, голосование идет среди профсоюзных организаций. Ну, мы все-таки охватываем профсоюзное членство. В стране охвачено более 20 миллионов человек. У нас в республике это более 177 тысяч работающего населения. Эти резолюции обсуждаются в трудовых коллективах. Ну, и по решению этих трудовых коллективов идет голосование профсоюзных организаций на этом сайте. Как уже объявляли, уже более 2 миллионов человек. Ну, я всего и вчерашнее еще не скажу. Заранее уже было более 2 миллионов человек за эту резолюцию. Эта резолюция также будет рассмотрена сегодня после обеда на республиканской трехсторонней комиссии. Мы этот одним вопросом рассмотрим. Ну, какие требования? Как я уже говорил, это все-таки у нас к сожалению идет рост безработицы. Ну, это и связано с пандемией, прежде всего. Снижение доходов населения. Вы смотрите, уже мы проводим мониторинг. Постоянный мониторинг по основным продовольственным товарам. Если смотреть, уже с начала года очень серьезный рост. По прошлому году до конца, ну, в начале года около 14% было. Вот, во-первых, квартал почти 7%, да. Но у нас официальная инфляционная совсем другие картины. Поэтому мы требуем обязательной индексации оплат труда, заработной платы. Конечно, одним из также проблемных стало вот в год пандемии это безработица. У нас тоже, у нас в республике достаточно много было сокращений рабочих мест, да. И также вот буквально позавчера этот вопрос рассматривался, прошли парламентские слушания в Государственном собрании Ультумен. И также мы, основываясь на данной резолюции, ставили вопросы по обеспечению занятости, созданию новых рабочих мест. И вот скоро это будет, после парламентского слушания, оно будет рассмотрено уже на заседании, пленарном заседании в Государственном собрании Ультумен. Мы говорим о том, чтобы вообще вот безоговорочно выполнять трудовое законодательство. К сожалению, есть много нарушений. Ну, в частности, если взять вообще вот одним из главных наших деятельностей, направлений деятельности, это, конечно, создание безопасных условий труда. Сейчас идет, ну, завершается месячник по охране труда. И здесь, что хочу сказать, что ежегодно уполномоченные, это общественные наши работники, уполномоченные по охране труда, проводятся проверки. Более 10 тысяч нарушений выявляются. Ну, отрядно то, что все-таки наши работодатели эти вопросы рассматривают, большинство устраняется. Ну, и мы также вот договорились с Государственной трудовой инспекцией, есть наше совместное соглашение, чтобы вот такие моменты также контролировались и Государственной трудовой инспекцией. Вот. Ну, и вот то, что мы не раз ставили эти вопросы, вопросы, к сожалению, мы не услышали в поручениях посланий президента, очень надеялись на это. Это возврат пенсионного возраста. Ну, пенсионного возраста. И вот то, что сейчас актуально, это индексация работающих пенсионеров, да, пенсии, работающих пенсионеров. Ну, а в части вот как раз возврата пенсионного возраста, также оно включено в резолюцию. Мы этот вопрос с повестки дня не снимается. Оно было рассмотрено и в рабочей группе, и в российской трехсторонней комиссии. Мы вот последнее, после этой резолюции, вот у нас также прошел Генеральный совет, и в резолюцию Генерального совета тоже, и в решение Генерального совета оно вошло. Но мы посчитали так, если уж говорят, что слишком много там денег нужно, хотя бы рассмотрим пожителям Крайнего Севера, а переравненных пока остановим. Вот в таком плане принято решение, поэтому эту работу также будем продолжать. Вот как раз-таки среди лозунгов, утвержденных Федерацией независимых профсоюзов России, есть лозунг о возврате льгот северянам. Это говорит о том, что этот вопрос довольно остро стоит на повестке дня профсоюза страны. Какая работа ведется вот по данной проблеме? Да, кроме тех, которые основополагающие, как мы считаем, вот также Генеральным советом Федерации независимых профсоюзов России и также Постоянным комитетом по северам Генерального совета принято решение отдельно рассмотреть вопрос по социальным гарантиям для северян. Вы же знаете, что сейчас идет, так скажем, отмена всех нормативно-правовых актов, принятых в советское время. И там части касательно и районных комитетов Северного сбава тоже туда включены и есть. Поэтому вот эти вопросы, которые были достигнуты, все льготы гарантии должны оставаться. Поэтому мы сейчас выборочно смотрим по всем нормативно-правым актам. И вот то, что необходимо, мы должны отстоять. Они должны быть уже приняты в новых нормативных актах, принимающих правительством Российской Федерации. Ну и в том числе и законодательно. Поэтому каждая льгота, мы считаем, что она должна сохраняться. И тем более сейчас идет очень активное развитие Арктического региона. И мы должны, наоборот, еще предусмотреть какие-то льготы гарантии, чтобы привлекать работников на север. Но сейчас фактически вот то, что даже районные коэффициенты, мы видим, что все-таки выезд с районов крайней севера осуществляет. И сейчас крупные компании все ориентируются на вахтовый метод работы. Поэтому и этот вопрос мы должны очень четко с нашим социальным партнером обсудить и приняться в отношении изменения законодательства. Хорошо. Перейдем непосредственно к нашей республике. Какие вопросы стоят на контроле профсоюзов-якутян в первоочередном порядке? Ну, мы постоянно на связи с трудовыми коллективами. И в большей степени сейчас самый вопрос сложный, это, конечно же, по оплате труда. Дифференциация оплат труда. Более-менее в связи с принятыми майскими указами основных работников бюджетной сферы, у них идет постоянное повышение оплаты труда в соответствии с среднемесячными доходами населения в республике. Поэтому сейчас разрабатывается новый проект повышения им по этим указникам 1 января этого года. Но есть другая категория, которая не включена, по которым у нас в прежние годы повышения не было. И вот последние годы, ну, если взять с 1 января этого года, всего лишь на 3%. И у них уровень оплаты труда фактически приравнен к МРОДу. Ну, МРОД — это самая низкая оплата труда неквалифицированных рабочих специальностей. Поэтому вот специалисты и работники получают, неквалифицированные работники на одном уровне остаются. Поэтому дифференциация должна быть. Поэтому мы и ставили, и ставим вопрос, чтобы все-таки еще раз в этом году однозначно прошла индексация оплаты труда именно прочих категорий. Этот вопрос, вот как я уже говорил о том, что по занятости населения также это актуальный вопрос. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о том, в каком формате, как мы будем отмечать 1 мая, под каким девизом проходит этот праздник, а также о том, какие лозунги будут отзвучены в этот день профсоюзными организациями страны. И я напомню, что сегодня гость нашей студии, председатель Федерации профсоюзов нашей республики Николай Николаевич Дегтярев. Оставайтесь с нами. Продолжение следует... Сегодня гость нашей студии, председатель Федерации профсоюзов нашей республики Николай Николаевич Дегтярев. Ну что же, мы говорили о вопросах, которые находятся на контроле профсоюзов в нашей республике в первоочередном порядке. И мы затронули такую тему, как трудовые отношения. Вот какие здесь нюансы необходимо урегулировать? Да, вот и в резолюции, и то, что мы сейчас видим, вот проблему именно трудовых отношений, оформлению трудовых отношений. Да, очень многие, ну, как бы, выводя на аутсорсинг, мы лишили людей социальных гарантий. Даже сейчас идет то, что высчитывает, что в связи с тем, что у них мало часов работы, вообще стали выплачивать меньше МРОТа. Да, поэтому это очень актуально. Вообще, мы считаем, чтобы все наемные работники, это трудовые отношения, и однозначно должны быть, как подписаны трудовые договора. И то, что предусмотрено нашим трудовым законодательством, социальные гарантии должны и на них распространяться. Поэтому это очень актуально. Ну, и также, вот, если в целом по стране взять, мы профсоюзы, который год уже ставим вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения, да? Ну, какие там мелкие шаги в этом плане есть? Вы знаете, что с этого года, где доходы выше 15%, не 13%, а 15%. Ну, это вопрос не решает. Эти деньги направлены, да, на очень актуальные, на лечение тяжело больных детей. Но вот, с другой стороны, если взять, мы говорим о том, что работник, работающий человек не должен быть бедным. Поэтому, когда вот они находятся только на уровне минимального размера оплаты труда, потом еще 13% НДФЛ, это уже также возникает, что они не могут выйти из бедности. Поэтому также мы вот сейчас решение Генерального совета приняли у людей, у которых меньше 5 миллионов в год, налогообложение сделать не 13%, а 6%. Ну, а в целом мы говорим о том, что даже если люди получают на уровне МРОТа, то у них НДФЛ не должно удержаться. Ну, вот, конечно же, здесь сложно в чем, потому что НДФЛ – это основная доходная база местных муниципалитетов, поэтому здесь вопросы есть, но в любом случае, если мы говорим, что борьба с бедностью должна быть, мы это должны, тогда вот хотя бы вот такими шагами должны идти. Они, ну вот, очень хорошо, что правительство, руководство, со стороны, очень много сейчас направляется на поддержку семьи, да, социальные выплаты, но все-таки это уже, ну, работа с последствиями. А нам надо, чтобы такого не было, тогда должна быть достойная работа, достойная оплата труда. Пандемия коронавируса внесла коррективы в нашу жизнь, и в конце прошлого года был принят закон о дистанционной работе. Реализация нового закона, конечно, требует более тщательного контроля. И вот мне хотелось бы знать, как вот вы, профсоюзы, оцениваете внедрение этого? Да, ну, мы профсоюзы напрямую были участниками разработки данного закона проекта, поэтому многие предложения профсоюзов туда включены. Но вот сейчас уже идет, с 1 января уже вступилось, поэтому идет реализация. Мы, чтобы реализовать и чтобы гарантии дистанционных работников, ну, в основном у нас в связи с пандемией, это временные, да, временная дистанционная работа, что там соблюдались, мы предложили нашим организациям, профсоюзам, чтобы у нас коллективным договорам был отдельный раздел дистанционной работы, и туда включить свои предложения. В частности, вот как раз компенсация расходов на дистанционную работу, да, это, ну, различные, это и интернет-расходы, да, электричество, какие-то расходные материалы, это все должно, как бы, компенсироваться работодателям. Вот эти моменты также надо вот этих коллективных договорах учесть. Закон ссылается на колл-договор, поэтому здесь особое внимание нужно. Ну, а в целом, пока мы не видим каких-то таких нарушений, в наш адрес пока жалоб по данным направлению работы не было. Ну, вот сейчас, опять же, вот смотрим, буквально вчера подписан новый указ, сейчас 65+, после майских праздников должны, ну, разрешается, работающим разрешается выйти на работу, ну, а также предлагается их на дистанционную перевести. Не у всех это получится, поэтому посмотрим, очень много вопросов именно с этой категории населения у нас поступает, поступало и поступает, к сожалению, работодатели, иногда даже не предоставляли им отпуска, даже если график отпусков, у нас законодательство не предусматривает вот такое понятие, как самоизоляция, да, поэтому то, что им положено, они должны получать срок. Вот такие моменты есть. Дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. И сегодня мы говорим о том, как, в каком формате мы будем отмечать 1 мая, под каким девизом он проходит, а также о том, какие лозунги будут озвучены в этот день профсоюзными организациями страны. Николай Николаевич, 28 апреля мы отмечали Международный день охраны труда. И мы знаем, что ежегодно в течение апреля проходит месячник, да, во время которого проводятся различные мероприятия, конкурсы по определению лучших специалистов охраны труда. Каков девиз текущего года и вообще какова ситуация в данной сфере? Ну, хочу сказать, что последняя динамика у нас улучшается, у нас снижается численность несчастных случаев на производстве, но мы отмечаем «но», потому что у нас на уровне, на достаточно высоком уровне остается с тяжелым и со смертельным случаем. Поэтому, вот как раз подведя эти итоги, вот на нашем сайте наша позиция, в том числе и проводимые мероприятия общественного контроля по улучшению условий охраны труда, это все у нас размещается. Ну и также мы работаем совместно на Межведевственной комиссии по охране труда при правительстве Республики Сахая-Якутия. Ну и также эти вопросы ежегодно рассматриваются на Республиканской трехсторонней комиссии. Николай Николаевич, давайте примем телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Вопрос задан. Вот вторую партию вакцины, ну, вторую дозу получают вакцины. И там предусмотрено выход на работу после этого вакцинации 21 день. И что говорят, ну, вы знаете, что после майского у нас больничные выплачиваться не будут. Тем 65, которые находятся на самоизоляции. Да, там и в указе, вот вчера принятом указе четко прописывается, или же без содержания, или же все-таки согласие, ну, согласие работодателя, это дни отпуска можно. Ну, просто надо понимать, товарищи, об этом мы говорили достаточно давно, да. Также специально для этого был издан ранее указ главы республики, что вакцинироваться будут допускаться к работе. И вот 42-дневность после первой дозы. Это все говорило о том, что надо, ну, здесь никаких вот таких других предложений не должно быть, потому что все-таки здоровье дороже. И тем более у нас очень сейчас тяжелым и вот со смертельным исходом именно старшее поколение. Поэтому здесь никаких там должно быть, надо в действительности договариваться с работодателем уже. Николай Николаевич, мы говорили о месячнике по охране труда, да. Вообще, какие факторы являются частыми причинами производственного травматизма? Вот на протяжении нескольких лет это падение предметов с высоты. Вот чего-чего, да. Ну, конечно же, где машины, это все-таки дорожно-транспортные происшествия. Ну, в основном это кто выезжает туда, сюда на работу или по командировкам попадает здесь. И, ну, очень много нарушений и со стороны своего не придерживаются, да. Ну, и также плохая организация охраны труда. Это одним из первых тоже факторов здесь. Поэтому требования усиливаются. Все руководители должны пройти и все, ну, по охране труда, обучение, все, вот инструктаж, все должны получить. Это сейчас достаточно серьезные требования выставлены, и надо это придерживаться. У нас у нас телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Ну, спрашивают, как будет оплачиваться работа в праздничные дни. Ну, трудовым законодательством, 119 статья Трудового кодекса говорит о том, что все-таки это будет оплачиваться в двойном размере. Но здесь есть нюансы, да. У нас кроме этих праздничных первомайских три дня и три дня по Дню Победы есть вот нерабочие дни, объявленные президентом нашей страны. Ну, это, прежде всего, в целях сбережения населения от этой заразной болезни. Там в одинарном размере. Это не праздничные дни, не выходные дни, это не рабочие дни. Ну, вот мы как-то посчитали, что все-таки это как-то разово будет, да. Ну, в прошлом году вот такой первый раз указом президента страны было принято. И мы, возможно, упустили вынесение изменений в Трудовый кодекс уже второй год. И действительно, очень много вопросов по ним возникает. Ну, скорее всего, уже в последующем мы ждем уже изменения Трудового кодекса. Что такое вообще нерабочие дни? Какие дни можно считать нерабочими? Внести такое понятие, да? Ну, разъяснение уже и органов власти, Министерства труда Российской и Республики Сахай-Якутия уже есть. Хорошо. Хорошо. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о том, как, в каком формате мы будем отмечать 1 мая, под каким девизом он проходит, а также о том, какие лозунги будут озвучены в этот день профсоюзными организациями страны. Оставайтесь с нами в программе «Якутск. Сегодня». Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о том, как, в каком формате мы будем отмечать 1 мая, под каким девизом он проходит, а также о том, какие лозунги будут озвучены в этот день профсоюзными организациями страны. Напоминаем, что наша программа выходит в прямом эфире на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. И я напомню, что гость нашей студии сегодня – председатель Федерации профсоюзов Республики Сахай-Якутия Николай Николаевич Дегтярев. И у нас телефонный звонок. Давайте его примем. Алло, добрый день. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне хотелось бы вопрос, Николай Николаевич. Угу. Хорошо, мы поняли ваш вопрос. Возраст касается восстановления возраста, для того, чтобы получить статус ветерана тыла. Ну, я не знаю, почему специалисты так отвечают. Если это судебное решение принято, то у нас, согласно законодательству Республики Сахай-Якутия, люди, рожденные с 35 года, являются ветеранами тыла. Это, поэтому здесь, ну, можете после эфира мне позвонить, тогда я этот вопрос совместно с Министерством труда будем решать. Ну что же, мы продолжаем наш разговор, Николай Николаевич. Вот каким образом правительство анализирует размер заработков бюджетников и на какой стадии находятся работы по созданию отраслевых систем оплаты труда? Вот много об этом говорилось. Да, вот, ну, в принципе-то отраслевая система оплаты труда действует, но вы знаете, по прощению президента, мы в целом, вот, единообразие в целом по стране, идет разработка отраслевых систем оплаты труда в образовании, в зараханении. Мы пока проектов не видели, но эта работа ведется. Я думаю, что уже в этом году мы все-таки будут приниматься решения правительства Российской Федерации. Здесь хочу сказать, что, ну, майские указы, как уже ранее говорил, здесь установлены соответствующие индикаторы, по которым идет мониторинг. Мы также это мониторим, у нас информация передается Министерством труда. Ну, а вот по уровню, кто это дает? Это дают информацию, дают статистический сбор информации, дают сами учреждения. Ну, возникает очень много вопросов. Когда мы выезжаем и встречаемся с трудовым коллективом, мы говорим, такой уровень заработной платы мы никогда не видели, да? Поэтому вы помните, наверное, при прямой эфире президента страны было обращение научного сотрудника с Новосибирска. И по поручению президента сейчас проведена очень большая работа. Конкретно уже по индивидуально, более трех тысяч вот с нашей республики, как по информации Пенсионного фонда, собрана информация и по реальной заработной плате. И мы надеемся, что буквально скоро увидим реальный картин. Ну, предоставят эту информацию нам или нет, это сложно сказать. Но в любом случае мы мониторим, проводим, и то, что майские указы должны выполняться, это точно. И части вот ежегодно российской трехсторонней комиссии принимаются единые рекомендации по стране, которые мы должны исполнять. Поэтому с органами власти мы и работодательные эти вопросы решаем. Хорошо, и у нас новый телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Да, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Да? А, мандак, сакалы, гитары. Бо, Катахстан, Иванова, вероятно, звонок. Бо, Катахстан, Иванова, вероятно. Бо, Катахстан, Иванова, вероятно. Бо, Катахстан, Иванова, вероятно. Это формальное признание окончания войны. Но по детям войны, хочу сказать, что добились же того, чтобы 45-й год полностью по декабрь уже был включен. Поэтому я думаю, что очень сложно будут эти вопросы продвигать. И тем более, ну, хотя ссылаются на меня, но это не в наших полномочиях. Хорошо. Николай Николаевич, давайте все-таки обратимся к самому непосредственному празднику весны и труда. И вспомним, как проходил 1 мая вот в предыдущие годы. Сколько человек, сколько у нас человек, сколько трудовых коллективов выходило на демонстрацию. Ну, вот у нас единственный регион был, где сохранились вот эти традиционные шествия, демонстрации. Ну, поэтому мы всегда являлись одним из таких регионов. После Москвы самое большое количество вышедших на демонстрации. Ну, там учет и МВД ведет, и другие органы соответствующие. Наши якутяне очень любят 1 мая. Да, поэтому, ну, вот в целом по республике более 100 тысяч, 120 тысяч. По городу Якутску, я помню, до 70 тысяч доходило, да. Ну, мы сохранили, и мы ежегодно уже подавали, и в этом году подали. Но, к сожалению, в связи с этими ситуациями, пандемийной ситуацией, все это запрещено. Но 1 мая эти акции никто не отменял. Как я уже говорил, вот мы через голосование, принятие резолюции ФНПР, поддержку ФНПР, вот это голосование идет. У нас во всех социальных сетях идут конкурсы. Пожалуйста, участвуйте. Буквально сегодня завершается конкурс по украшению фасадов. У нас проводится конкурс плакатов по актуальным темам. Вот эти проходят. Ну, как новоявленный челлендж. Мы в прошлом году, помните, все маршировали, кто-то... Кто во дворе, кто у себя дома. И очень это хорошо. Поэтому эти все мероприятия проводятся на нашем аккаунте в Инстаграме. Ну, и также вот эти итоги будут размещены мы сейчас во всех каналах, в том числе и в YouTube-канале Федерации профсоюзов. Ну, и также у нас молодежь очень активная. Они тоже флешмобы. Ну, также мы хотели в связи с запретом проведения шести демонстраций, хотели хотя бы в субботниках участвовать. И то запрещено сейчас. Ну, понимаем сейчас действительно... Но, тем не менее, никто не мешает нам, например, выйти во двор и убраться, например, не только у себя, но и за пределами своей территории. Мы уже говорим о коллективных таких... Ну, в любом случае, наверное, в районах, где ситуация не очень такая сложная, возможно. Ну, хотя запрет, по-моему, по всей республике идет. Ну, и так, в социальных сетях размещается интервью вот в YouTube-канале Михаила Викторовича Шмакова, наши вот эти выступления. Все это можно увидеть уже в онлайн-режиме. Ну, и, конечно же, хотелось бы в завершении нашей программы выслушать пожелания нашим якутянам, телезрителям, радиослушателям в связи с праздником весны и труда. Ну, конечно же, разрешите от имени Федерации профессии УЗФ от себя лично сердечно поздравить с наступающими праздниками всех трудящихся нашей республики, наших ветеранов труда, тыла, войны. И здесь еще раз хочу сказать, что все-таки мы желаем всем достойного труда и достойного уровня заработной платы, чтобы все-таки доходы населения у нас росли. И, конечно же, всем крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким. Мы слышали, что Международный день солидарности труящихся профсоюза и России проведут еще онлайн-перекличку. Да, обязательно. Вот в какой форме она пройдет? Ну, это тоже будет заочным, конечно, все регионы будут участвовать, но мы будем долаживать о проведенных мероприятиях, проводимых мероприятиях. Ну и, как же сказал, сегодня после обеда будет у нас республиканская трехсторонняя комиссия, и здесь также мы обсудим вопросы труда. Ну и хотелось бы знать, какие вот традиции лично у вас, в вашей семье связаны с праздником 1 мая? Ну, как всегда, я ходил на демонстрации с малых лет, а после обеда уже собираемся с семьей. И это все-таки, ну, 1 мая мы никуда, ну, раньше на природу выходили, и природа, и сейчас не балует, да, везде снег. Ну, поэтому мы отметим дом. Ну, тем не менее, мы слышали о том, что в эти дни потеплеет, и, соответственно, майские праздники пройдут для нас под девизом «Весны и труда». Ну, что же, дорогие друзья, это была программа «Якутск сегодня», и мы говорили о том, как мы будем отмечать 1 мая, под каким девизом он пройдет, а также, какие лозунги будут озвучены в этот день профсоюзными организациями страны. С праздником вас, 1 мая, с днем весны и труда! Итак, это была программа «Якутск сегодня», ее подготовила и провела редактор Сергея Антонова. Всего вам самого доброго, и до свидания, до встречи! До свидания!